Федеральному закону об ответственном отношении к животным чуть более двух лет. Большие полномочия в этой сфере отданы органам местного самоуправления. В планах строительство по республике приютов для бездомных собак и кошек. В столице уже действует центр передержки. Большей частью ему помогают неравнодушные жители. Государственной поддержки явно не хватает. Чтобы вникнуть в суть проблемы, здесь побывали депутаты Чебоксарского городского собрания. Работникам центра помогают полонтеры. Здесь большая нужда в кормах, витаминах, одеялах, ошейниках. Рады паре лишних человеческих рук, чтобы убрать в вольерах, погулять с животными. Сегодня я решил провести время с собаками, так как у меня выходной. Погулять с ними, чтобы развивать их выносливость и ноги. Потому что сидя на цепи, они ослабевают и их здоровье ухудшается. Под открытым воздухом живут 450 собак. Почти два раза больше, чем планировалось. Нужны новые помещения. Гуманного отношения требует и закон. Сейчас решается вопрос по реконструкции этого приюта и строительству нового. Сейчас пункт передержки перевели в статус приюта, где мы сейчас находимся. Идет проектирование. Если у нас получится получить финансирование с республиканского бюджета, найдем средства в городском бюджете. Начнем строительство приют на 500 собак, на 200 кошек на Лапсарском проезде. Сейчас проект экспертной документации порядка 80 миллионов рублей. Мы сейчас работаем на том, чтобы уменьшить эту сумму, проект пересмотреть, посмотреть, может быть, изыскать возможности по уменьшению этой суммы. Ну, приют необходимо строить, он очень востребован. Мы сейчас все смотрим. Неоднократно сюда выезжали, смотрим, в каких условиях находятся у нас здесь собаки, бездомные животные. Поэтому нам надо принимать такие меры. Строительство нового приюта для 700 животных запланировано на следующий год. Здесь будут теплые вольеры, ветеринарный блок, секции для мытья. За выполнение статей закона отвечает управление ЖКХ и благоустройство столицы. Конечно, проблема намного шире. Здесь и безопасность людей на улицах. Стаи бродячих собак создают угрозу здоровью людей. Поэтому надо решать вопрос принудительной стерилизации животных, чтобы не увеличивать число брошенных. Новая зона ответственности должна появиться и у владельцев домашних животных.